Привет зрители! Сегодня я отвечу на классический вопрос Можно ли ездить на летней резине зимой? Вот у нас такая чудесная резина Это Кама БЛ85 Настоящий оригинальный рисунок По большому счету это всесезонка Не совсем лето, а вот сзади что-то Подстерто и абсолютно кривое Компании Волтая Наверное такой уж даже нет, такого бренда я давно уже не слышал И абсолютно мы видим Он подлысоват В общем скользить будет люто Сразу скажу, что в Москве действительно эксперимент Это возможно, потому что все убирают А там где снег лежит Даже не стоит пробовать Давайте посмотрим Давайте сначала заведемся Потом поэкспериментируем С тем как же Ездить на лете Зимой Выдвигаем подсос Все у нас оживает Видно, что работает лампочка подсоса Ну класс! С первого раза классически не заводимся Ну а то у второго все нормально Все огонь Нет, нет Ну еще одна попытка Ничего страшного Теперь точно все И машина будет работать четко Берем волшебную Такую оранжевую Щеточку и очищаем Видим, да Выпало достаточно много Это сантиметра 3-4 слоя И вчера на дорогах Вот просто творилось Вакханалие На полнопривном опеле Я удивлялся Как люди чудят Пытаясь и так и сяк пролезть Ну сами смотрите Ну а мы пока полномерно Почистим Субтитры сделал DimaTorzok Многие начнут сейчас напрягаться Че такие высокие обороты Прогрева Ну давайте поменьше сделаем Так вот Полторы тысячи Отличные прогревы Ну тут же Suprotec уже залит Раз Suprotec все Теперь двигателю в век Можно доверять Что называется Хотя Скажу сразу Никому это Suprotec не нужно Все развод Супер состояние Я тоже думаю Заливать в бутылки Какой-нибудь Назвать его Z-Tec И будет он у меня Супер популярный Так что покупайте Z-Tec Волшебную смесь М8 И частиц Металла Какого-нибудь там Да Главное пожестче Металл Какой-нибудь потверже Лучше алмазную крошку Чтоб Сразу было видно Мощность по сизовому Дыму Так Отряхли здесь Крышу не буду отряхать Сразу многие скажут Не думаешь о других Да Я буду снеговиком Буду Доставлять радости Веселье Другим людям Смахивая На них видите Этот слой Мне кажется Это весело и задорно Добавим Жизни В этом мире скучном Вот так вот Ну и что Поехали Поехали Кто-то прогревает Мотор бесконечно Я Ни на какой машине Бесконечно Мотор не прогреваю Это бессмысленно Он все равно металлический И что так изнашивается Что так изнашивается Думаю что На моей практике Не было такого Что Какого-то там прогрева Двигатель проработал Меньше чем нужно Что поехали Поехали Главная проблема Мы видим Да все Почистили дворники И Можно спокойно Заряжать Вот главная проблема Зимой да Невозможно Атаковать поребрик По большому счету Или бордюр То есть На зимней резине Мы бы сейчас заехали На летней Эта задача Просто уже превращается В шоу Особенно заднюю овость Может увести Но не делая это Включаем печечку И поехали Стану что Предыдущий хозяин Вот так сэкономил Поставил один Нормальный дворник Другой Совершенно непонятный Ну вот человек Вместо того Чтобы повернуть Налево Повернул Куда-то не туда Куда-то не в карман А так И все А так Видим Подтаяло И вот если бы было такое покрытие Конечно Сейчас будем выезжать в кашу Как это делать Понятия Не имею Если честно Поехали Газуем Никаких помощников Ничего Адреналин даже на скорости 10 км в час Ну 20 Очень весело И задорно Кому нужно веселье Пожалуйста Ну на мой взгляд Это веселье Честно сказать Классно на каком-нибудь Закрытом полигоне Да А не постоянный дрифт В реальных Каких-то условиях Он конечно В реальных Каких-то моментах Ну не лучшее решение Будем говорить прямо Особенно тормоза Все так в каши плывет Ну честно сказать Этикстренная ситуация Просто не отрулишь Ну а так Плавно Медленно Можно вполне ехать Что конечно удивительно Потихонечку Упускаем подсос Обеспечивая стабильную работу Двигателя Поехали Вот сразу ведет Вот видите Да Действительно Прямо Можно сказать Шоу на колесах Ничего не надо Классика Задний привод И вот Веселье Веселье Бесконечное веселье Каждый разгон Каждое торможение Каждый Поворот Все время вас ждут Какие то странные Непонятные моменты Ну На то она и классика Машина Которая по сути Представляет собой Даже уже не кроссовер Наверное внедорожник Ну правда Единственное что не хватает Несколько дорожного просвета Это нужно думать Хотя есть Нива В принципе Нива нам Поможет жить А зачем нужна классика Ну видим Поэтому производство И свернули Хотя честно сказать Был классный ответ Бюджетному индийскому Автомобилю Ну действительно Все решения Настолько уже проверены Временем Так долго выпускается Что вся экономическая Прибавочная стоимость Ради которой Все там работают Производители Еще кто-то Она Уже отбилась И можно было Беспредельно дешево Даже без маржи Машину выпускать Но обеспечить Всех средствами Передвижения Да Несовременными Да Абсолютно небезопасными Но дарующими Во-первых Условный кайф Я сейчас сказать Очень задний привод Не люблю По одной простой причине Да Он медленный Он медленный Он быстро Только летом Когда хороший зацеп И на треке Тогда он быстрый Все остальное Любая поверхность Которая уже Не с таким коэффициентом Как асфальт Да То есть твердая Какая-то там Грунтовая дорога И уж дальше Там да Снежная Уже не говорю Все Задний привод Настолько Сливает Это Словами не передать Ну да Многие говорят Ух Я чувствую себя Крутым водилой Я еду как бог Я не повторим Просто Посмотрите как я умею Но кому это умение нужно Если другой человек Вот например На любой машине Даже на каком-нибудь Дастере Спокойно едет дальше Даже он вчера На патриоте Какой-то Странный товарищ Решил что он Бог Уфроу Не уфроу Даже уже А бог дороги Потому что Все тошнят Все боятся Кстати Интересный Какой экземпляр Как это интересно Религия называется Когда колеса Вывернуты Просто Непонятно Куда Непонятно Вот А так Мы же про зиму Говорим Вот сейчас На каше На каше На слое И нормально На лете Едем Пробиваемся Вперед Аккуратненько Вот так Поворачиваем Так что Видите Тошнящую Классику Возможно Она именно На лете Резине Пробивается Вперед По такому Покрытию Как видим Можно смело Ездить Относительно Конечно И Перемещаться Главный Оброс Это Чтобы не было Подъемов Любой подъем С такой Резиной Он заканчивается Крахом И Даже не знаю Проходимость У классики Просто беда Буду ставить Сюда Самоблок Обязательно Перетормаживаем Смотрим По сторонам Почему Ничего не видно Кстати Запотели Как-то Посильнее Шум Но будет Очень шумно Трамвай Мы пропустим Уж очень быстро Он продвигается Смотрите Какая туша 20 тонн Нанесется Думаю Ничего От нас не оставит Хотя Крюки перестали Трамвай делать Ладно Поехали Дальше Будем выезжать Выезжаем На перекресток Так Ничего не вижу Вообще Как можно так жить Классик Классик Кстати Понятно Почему Сделали ВАЗ 2105 07 С боковым Дефлектором Потому что Ни черта Не видно Нужно Чтобы полностью Машина Прогрелась Тогда Печка Очень мощная Как раз Ее хватает Для всех этих целей Классики Вот Именно 2106 А это Самая классичная Классичная Ток Наверное 2101 Но Она уж Слишком Старает И особо Интересно Здесь Хотя бы Спортивные Приборы У нас Это очень Классно Почему Кстати Не поменяли Не Стали Ставить От той же Семерки Сюда Бороду Не знаю Потому что В принципе Не так уж И было бы Это Дискомфорт Ну или От той же Кстати Пятерки Можно было Ставить Просто Вместо Кругляша Без Тахометра Ставить Тахометр И добавить Каких то Этих Приборов Вот честно Сказал Ребята Отлично Есть решение Мы Делаем Классический Интерьер Он никак Не будет Заграмонировать И продолжать Выпускать Эту модель Зачем Это Огромное Обилие Автомобилей По сути Одинаковых За разную Стоимость Не знаю Честно Сказать Все время Я этим вопросом Задаюсь И буду Задаваться Видим Сзади Ничего У нас Не подогревается Даже Кнопки Подогрева Нет Хотя Я точно знаю Что на классику На шестерку Ставили Подогрев Сзади Но у нас Модификация Чистая 21.06.0 Кстати Мы уже Нагрелись Можно Вырубать Подсосик Обогащение Смеси Нормальное Свечки Мы Не коптим Видим Кстати Кто-то скажет Машина Долго Прогревается Но на самом деле Врет Датчик Температуры Включается Вентилятор Достаточно Где-то На отметке Условной 80 То есть До 90 Даже не доходит Уже включается Этот Вентилятор Хотя Многие Греются Ну да Он хотел Давайте попробуем Стартануть Видим По этой даже Грязи На летней резине Ну считайте У нас сейчас Дождик Поехали Ох Как на отсюда Двигатель-то работает Тяги Конечно Тут не хватает Вообще Вообще Не хватает Хотя Видим Мы всех Обогнали И для современных Даже городских Условий Ну Классика Может ездить В городе Конечно Если разогнаться До какой-то Трассовой скорости Это будет уже Ну не айс Совсем Потому как Ну тяги уже там Явно не хватает А динамики нет И ничто что Не поможет Абсолютно А вот так вот В городе Пожалуйста Кстати странно Что в свое время Не сделали хэтчбэк Если например Отрезать попу То машина будет Длину 3-4 метра А этот прям Уже класс Даже ас Считайте мать То есть в целом Можно было на базе Тоже четверки Сделать хэтч Короткий Смотрелся бы забавно Такая достаточно Большая Спереди часть От мордочки И купированный хвост Но Почему-то не сделали Видимо Фиат не сделал А у наших Партия не велела А потом вообще С этим десятым Каким-то семейством Бредовым Который по сути Кстати десятка Это и есть Та же самая Восьмерка Ну да Кузов поменяли Но в основе своей Это та же самая Восьмерка И вот то есть вообще Машины все очень Были похожи Тоже вот Гранту несчастную Ну не знаю Вот все что касается Развития до Веста Вазовского Начиная с восьмерки До Веста Это какая-то Черная труба С одинаковыми машинами Абсолютно С теми же самыми Чечениями до вождения Ну просто меняют Немного кузов Зачем его менять Зачем тратить на это деньги Я не знаю Если честно Мне это непонятно Поехали дальше Какой у нас тут Плотный трафик Посмотрите Видим да Все подтаяло Все убрали Так что в Москве Можно легко ездить На летней резине Ответ очевиден Да Чуть более Надо быть аккуратным Ну и ночью Когда еще не успевают Работники Как раз мы их видим Убирать все эти Разнообразные Снежные Котовасии Там да Там да Ну тут безусловно А так Днем вообще Можно резину не менять Я уже давно это понял В Москве точно Бюджет Осваивают хорошо Вовремя все приходят Ну Сам Бог Открылил Вот пожалуйста Трактор Ну обязательно Я займусь Установкой Нормальной резины Вы не думаете Что я такой безумец Который ездит На лете Зимой Хотя В данном случае Это типичная экономия денег Мое финансовое состояние Оставляет желать лучшего В общем Едва я Едва я умудряюсь Водить концы с концами Потому что Зрители Спасибо что смотрят меня Очень меня поддерживаете Тем что Интересно вам То что я делаю Кстати штатная щетка Отмерзла И нормально Уже почти Разводит Эти осадки Что вот у классики Кстати хорошо Это печка Безусловно Даже вот видим Показания Температуры Охлаждающей жидкости Низкие Ну условно низкие Я говорю Он занижает Где-то сейчас Не 60 градусов А реально Около 70-80 Печка всегда работает 50 уже есть Отметки Печка шпарит на всю Вот это главная адаптация И она вообще Очень мне нравится Потому что Классик Это самый наверное Теплый автомобиль В зимнее время К нашему климату Все готово Все прям на ура Поворачиваем Видим Видимо если аккуратно Дозировать педаль И не придавливать ее Совершенно Ни сносов Ни заносов Проном Четом ничего Ну и в общем Приехали мы К месту Куда я ехал Вот оно Самое интересное Здесь кашка Давайте посмотрим Что будет по кашке И даже по кашке Мы едем По кашке едем Вообще класс Огонь И даже заезжаем Куда-то Так что Видите Постремлены Те Ой Ни черта Не видно Воспользуемся Опции Задняя дверь О Застряли А вот сюда вставлю Видите Как крестит Все Ох вообще жесть Жара Огонь План Ну вот Даже справились С заснеженной частью Ну конечно Фишка в том Что быстро Ты не поедешь И вот Так дальше уже Все С трудом Заезжаешь А если бы Такой слой Был Каши По дороге То думаю Скорость максимальная Была 20-30 Не больше Иначе Риск потерять Автомобиль Слишком велик Так Все Первый этап Закончен Зимой По убранному Ездить можно легко По политому Эту дрянью Можете экономить На резине Но не советую Не советую До новых встреч Пока Пока